Для изготовления молда подсвечник я приготовила вырубки кондитерские, силикон на платиновой основе 10 шор и пластилин. Пользуюсь я американским пластилином Monster Clive, потому что он очень приятный, не липнет к рукам и послушный, а вы можете работать с каким угодно, главное, чтобы без содержания серы. Итак, толщина раскатанного пластилина это высота вашего будущего подсвечника. Полтора сантиметра я раскатываю не толще. Продавливаем вырубкой нужный размер. Сердечко, например, такое выбираем, чтобы в центр поместилась таблетка свечи. В вырубленных фигурках мы делаем выемку, в звезде я решила повторить ее очертания. А для углубления в сердечке, которую я планирую поставить таблеточку свечи, я подобрала крышечку нужного диаметра, но самой свечой можно продавить нужный диаметр и при надобности вырезать скальпелем еще. Вот я примерила свечу таблеточку, все замечательно подходит. Осталось только слепить донышко. Ну и для донышка мы раскатали еще один пласт пластилина. Заметьте, что я делаю, чтобы приклеить уже остывший пластилин, я его разогрела горелочкой, можно феном, чтобы он тщательно прилип к этому раскатанному пласту пластилина, который планирую сделать донышком. И продавливаю, вырезаю снова уже вместе с донышком наш подсвечник, уже практически готова, пластилиновая мастер-модель подсвечника, которую мы будем заливать силиконом. Как вы уже поняли, для создания молдов, в первую очередь, нужна мастер-модель. Мы ее заказываем либо у 3D-печатника, либо создаем сами, что я наглядно продемонстрировала на этом мастер-классе. Если нужно, поправляем, выглаживаем мастер-модельки и готовим их к заливке силиконом. Чтобы залить мастер-модель силиконом, нужно установить опалубку для этой мастер-модели. Как вы уже догадались, опалубкой послужат все те же вырубки нужного очертания, только побольше размер берем. А устанавливаю опалубку я в пластилин, никаких горячих пистолетов, никакой бумаги, все на пластилине. Раскатываю слой пластилина, толщина не имеет значения, главное, чтобы была ровная горизонтальная поверхность. И потом нагреваю задничек мастер-модельки, аккуратненько, чтобы она прилипла. Чтобы равномерно прилепить нашу мастер-модель к поверхности, я воспользуюсь стеклышком. Можете любую ровную поверхность использовать. И прижимайте аккуратненько. Вот, установили мастер-модель, осталось установить опалубку. Берем большего размера вырубку и точно так же стеклышком прижимаем, втыкаем в этот пластилин. Все, опалубка готова, мастер-модель тоже можно заливать. Силиконовую часть мастер-класса я специально не ускоряю, чтобы иметь возможность вам побольше, подробнее рассказать. Силикон на основе платины, в простонародье пищевой силикон, смешивается в пропорциях один к одному. И требует точных пропорций. Я использую лабораторные или ювелирные весы и вам рекомендую. После смешивания силикон рекомендуется задегазировать в специальной вакуумной камере. Но я сейчас расскажу способ, который не требует этой самой дегазации, я называю его послойная заливка. Хочу сакцентировать ваше внимание, этот способ подходит только для платинового силикона. Сейчас расскажу почему. Время жизни, то есть время до полимеризации силикона, время до его загустения, у платинового силикона до 10 минут, при условии, что помещение не сильно жарко, до 23 градусов. И при условии, если толщина заливочного слоя будет до сантиметра, в этом случае пузырьки, которые накапливаются при вымешивании силикона, успевают под силой гравитации выйти на поверхность. Этот способ подходит только для платины, так как у лавяного силикона время жизни гораздо меньше, да и консистенция у него гораздо гуще. Итак, для послойной заливки нужен силикон с высокой текучестью и временем жизни до 10 минут. Толщина заливки нашего молда 2 сантиметра, мне понадобилось 2 слоя, чтобы залить этих 2 молда. Промежуток между заливочными слоями 1,5-2 часа, чтобы нижний слой успел схватиться. После застывания верхнего слоя мы можем извлекать наш молдик. Срезаем лишние подтеки, которые образовались, и все, молдом можно пользоваться. В такой молд можно заливать продукты питания, шоколады, мармелады, можно делать подсвечники из литьевого пластика, из гипса, можно также заливать молот эпоксидную, все, что хотите, можно делать. А во второй части мастер-класса я покажу, как работать с литьевым пластиком. И я вас приглашаю, друзья мои, на скользкий силиконовый путь разврата, где вы не подскользнетесь. Да-да, мы там шутя делаем очень серьезные вещи. Создаем разные мастер-модели, делаем матрицы для экономной заливки силикона и многое другое. Приходите.